Как я должна была поступить сегодня утром, когда я вышла на работу, а автомобиль своего на припаркованном месте не нашла? Вообще вся информация стекается в дежурную часть города однозначно. Подождите, вот я звоню по 112, я говорю, у меня нет машины, но я полагаю, что это... По 112 такая информация нами не передается. Мы передаем, только еще раз говорю. 112 МЧСовская контора, и причем коммерческая, и работает плохо, они сами говорят, звоните на 101. Ладно, будем работать лучше, и мы начинаем. Да. Здравствуйте, сегодня ситуация Ай, это незаконная парковка на тротуарах и газонах, рискуя нарваться как на штрафы, так и на агрессию жителей окрестных домов. В общем, ситуация вполне типовая. Существует ли механизм ее решения? Об этом в ближайшие полчаса поговорим с моими гостями. Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения по центральному району Санкт-Петербурга Алексеем Ивановичем Антошкиным и автоэкспертом Дмитрием Владимировичем Поповым. Здравствуйте. Здравствуйте. Позволю себе начать сегодняшнюю передачу с личной ситуации Ай. Вот я сегодня утром, отправляясь навстречу с вами в эту студию, не обнаружила свой автомобиль на том месте, где вчера вечером машина была припаркована. При этом я уже понимаю, догадываюсь, в чем дело. Ночью убирали снег и машину куда-то перевезли, переставили, переместили, правильное слово. Вот что конкретно в этой ситуации должна была сделать я и, я думаю, что еще десятки, а то и сотни людей, которые сегодня утро начали так же бодро. Во-первых, восхищает, конечно, сам механизм, если взял чужое, положи на место. Почему назад-то не вернули? Как бы откатили туда, верните назад. И в той же самой Москве они приподнимают, отвозят, вычищают, ставят на место. Но, к сожалению, механизма такого напрямую нет. Возможно, что дежурная часть ГУВД имеет эту информацию, куда переставили автомобиль. Но почему я, как гражданин, должен идти и искать его на соседних улицах, мне не очень понятно. Хороший вопрос. Расскажите нам, как гражданам. Вопрос следующий. Если занимаемся перемещением мы, органы внутренних дел, снегом занимается другая организация совершенно. И она обязана давать им информацию, куда они переместили транспортное средство. Например, комитет по благоустройству. Это же в их интересах осуществляется перемещение. Я просто хочу сказать, что я житель центрального района, и поэтому по надзорности, как это называется, наверное, правильно, я как раз отношусь к вам, ГИБДД центрального района. И я привыкла обращаться по всем вопросам, связанным с организацией движения вокруг дома. В центральном районе как раз к вам. Как я узнаю, как я и другие люди могут вообще узнать информацию о том, что есть специальная служба, и это не 004, это не 112, это некая внутренняя служба в системе ГИБДД, где есть эта информация. Плохо, что 004 не хочет взять на себя эти функции, потому что они позиционируют себя как городская информационная служба, и по всем вопросам собираются давать ответы. Но это еще раз, это раскоординация не служивых людей, это раскоординация городских структур, которые... У нас есть комитет по законности и правопорядку, который ведает всеми вопросами эвакуации, связанными с административным кодексом. А комитет по благоустройству эвакуаторов не имеет, и, соответственно, он и не заморачивается на 004, и понятия не имеет, что надо бы проинформировать. Алексей Иванович, и все-таки, давайте для меня и для зрителей. Куда звонить, если выходишь и понимаешь, что транспортного средства нету на месте, и, в общем, предполагаешь, что, скорее всего, это было перемещение принудительное? Сегодня, наверное, самое реальное, это, конечно, звонить в дежурную часть ГУВД. Районные. Либо районные управления, либо дежурная часть. То есть давать информацию о том, что ваша машина не находится, скажем так, на месте, где вы ее припарковали. Идет информация по, ну, скажем так, по предположительному угону, и районное подразделение, госфотеинспекция отрабатывает этот адрес и находит, если она перемещалась, где эта машина стоит. Если, еще раз, обращаю ваше внимание, если идет уборка снега. Ну что? Остальное все, оно все фиксируется, информация в дежурных частях, где мы занимаемся перемещением, госфотеинспекция по каким-то мероприятиям, информация в дежурных частях, она есть, где, когда и кем ваша машина перемещена. Спасибо. Итак, это был первый полезный совет в сегодняшней передаче, которая так и называется «Ситуация Ай». Ну, а наш эфир продолжит сюжет. Давайте посмотрим и потом обсудим, что же происходит и почему мы дошли до такого сложного взаимопонимания между участниками дорожного движения, автомобилистами, пешеходами. Давайте посмотрим. Этот двор на улице Адмирала Черокова стал образцовым внезапно. Даже во время сильнейшего снегопада автомобилисты паркуются строго по правилам ни одной машины на газоне или тротуаре. А еще совсем недавно водители бросали легковушки вот так. Но местные жители объявили войну в стоянке на траве и забросали машины мусором. Теперь порядок. В бой идут старики. Пенсионерка оторвала номер у автомобиля за парковку на газоне. А в этом дворе машины просто криво исписали краской. Бесплатная аэрография, устойчивая к мойке. Вряд ли она понравится автовладельцам. Зато понятно за что. На мебельной улице автомобилистам-нарушителям оставляли такие вот мусорные приветы на крышах авто. Наталья Попова сфотографировала нарушителя, чтобы того штрафовали. А водитель в ответ набросился на девушку и попросту побил. Он так за меня схватился. То есть я держу тут сумку, он тянет. Я тут очень сильно орала, кричала, помогите. Ну вот у меня вот остался вот такой синяк. Защитники петербургской флоры порой хватаются за ножи. На улице Савушкина жители порезали шины сразу десятку автомобилей. Интернет пестрит роликами, как горожане сражаются с теми, кто портит зеленые насаждения. И кажется, вот победитель. Унитаз на капоте кроссовера не простое украшение, а приз. Муниципальный депутат Андрей Алискеров образцовым двором на Чироково даже немножко гордится. Методы, какими призвали автомобилистов к порядку, одобрить по долгу службы не может. Хотя порой очень хочется. Это влечет определенные материальные затраты и временные, потому что в зависимости от площади восстанавливаемого газона могут потребоваться и открытие ордера на производство земельных работ. И, конечно, эти средства, которые идут на восстановление газона, они могли бы быть направлены на выполнение работы по комплексному благоустройству территории муниципального образования района. То есть на детские площадки, установку скамеек, ремонт тротуаров, получается, каждый нарушитель фактически обкрадывает своих соседей, даже если оплатит пятитысячный штраф. Восстановительная работа обходится гораздо дороже. Ситуация. Ай! Слушайте, на самом деле это война. Война, где невольно сочувствуешь всех, всем участникам, и тем, кто живет в окрестных домах, и те, кто вынуждены каждый день искать место парковки, в результате влезать на собственные же газоны. То есть они же портят жизнь не только окружающим, но и самим себе. Это война. Ай-ай сюжет. Ай-ай. Те, которые совершают эти действия, их эмоции очень понятны. Но часть этих действий попадает под хулиганские действия и попадает под статью, а часть под уголовную. Причинение вреда чужому имуществу. Подождите, минуточку. Мы же с вами тоже взрослые люди и понимаем, что эффективными, к сожалению, становятся только те действия, которые... Подождите, подождите. Мы же комментируем. Эти тоже нарушают. Есть 273 закон Санкт-Петербурга, нарушения в сфере благоустройства, и они тоже нарушают. Они попадают под санкции. Они пробовали, как говорил в свое время мой начальник курса, если бардак нельзя прекратить, его надо возглавить и им руководить. Почему бы вместо борьбы не установить, не пролоббировать, не обратиться к этому же депутату, не установить? Не очень высокое, но препятствующее движению транспорта. У меня во дворе так сделано. Пешеходное ограждение, которое загородит газон. Малые архитектурные формы. Малые архитектурные формы. Муниципальные депутаты под это. Возоны, полусферы. Все, что угодно. Да, Алексей Иванович, к вам как к правоохранителю. Вот вся эта ситуация, она, я думаю, что опять же, есть в каждом втором дворе, тем более в новостройках, это очевидная история. Но у людей вопрос простой. А где парковаться? Где? Выстрелены целые квартаны. К сожалению, я не могу вам ответить по поводу парковки, где парковаться. Есть специальная организация, которая занимается проектированием, строительством жилых комплексов и парковочных методов, жилых комплексов. Однако, вот если правильно сказали, что действия все-таки жителей, которые мы сегодня поставили в этом сюжете, они, конечно, очень неправильные, я считаю так. То есть они в полном объеме, в полном, нарушают закон. Вот вы представляете, значит, я, ну, скажем, я нарушил правила дорожного движения, ну, какие-то там, не знаю, неправила, законы, и припарковал машину в неположенном месте во дворе. И мне прокололи четыре колеса. Машина у меня достаточно дорогая, так? И я могу, если, а если еще сейчас сегодняшние все дворы, они, в принципе, оснащены камерами видеонаблюдения, я смогу установить, кто это сделал. И, в принципе, я могу подать в органы правоохранительные. Что в такой ситуации делать жильцам? Ну, нету сейчас там пока немало архитектурных форм. Сегодня надо все-таки искать решения, которые бы не шли в разрез с законом. Ну, например, что это может быть? Значит, надо искать места для организации стоянок в жилых районах. Надо делать достаточно широкие, ну, скажем так, проезжие части, внутриквартальные территории, где можно проехать и разъехаться. Вот самое главное. Ну, и еще раз говорю, места для парковки и транспорта. А людям, которые живут в этих домах и все это из своих окон наблюдают, что делать, куда жаловаться? Муниципальные депутаты. Только что мы слышали... Только муниципальным депутатам. А жаловаться в районный отдел ГИБДД нет смысла сфотографироваться? Сегодня, значит, если, скажем так, ну, к нам приходит достаточно много таких вот такой информации, почему вы не эвакуируете оттуда транспорта? Потому что это не дорога. Это не дорога. В административном кодексе, в статье 27.13, есть определенные пункты, за что применяется данная принудительная мера. Слово двор... Обратите внимание, что в 12.19, где штраф за парковкой, там газона вообще не звучит. Это не дорога, это не сфера ответственности ГИБДД. Давайте расскажем слушателям и раз навсегда скажем, что есть несколько видов газонов. Один газон, это тот, который является в красных линиях дороги вдоль, там, я не знаю, дачного проспекта проходит. Проезжей части, скажем так. Да, и другой совершенно газон, который находится внутри домовой территории, это газон, элемент благоустройства. Это объект благоустройства территории дворового, элемент благоустройства газон. Для этих целей в городе существует совершенно другая служба, государственная административно-техническая инспекция. У нее в каждом районе сидит по 2-3 инспектора контроля, надзора, которые как раз и осуществляют администрирование этого нарушения. И там большой штраф, 5273 закон Санкт-Петербурга. Верховный суд у нас, там немножко химия возникла с этим газоном, не газоном, но сейчас депутаты законодательного собрания практически преодолели эту проблему, касающуюся формулировок. Два чтения прошла, поправка, и в третьем чтении будет обособлено в законе, что газон, являющийся внутри дворовой территории. Это что касается вопросов администрирования. То есть я не приветствую всех, кто поставил машину на газоне, это очень плохо. Но все-таки это сфера ответственности муниципальных депутатов, прийти к нему и сказать, дорогой товарищ, выдели, пожалуйста, 20 тысяч рублей, это микроскопические деньги, на установку заборчика официального. Теперь что касается парковок и проектирования всего, что с этим связано. Огромное количество дворов строились, когда у нас есть такой показатель, называется уровень автомобилизации. Так вот, в 80-х годах, на рубеже 89-90-й год, уровень автомобилизации для оценок строительных территорий был 35-50 машин на тысячу. Для сравнения скажу, сейчас в оценке проектных материалов используется коэффициент 350-400, но я думаю, что уже надо 550 брать. Ну, жизнь меняется, нас больше становится, у нас запросы больше. Подождите, но я хочу все-таки вернуться к вопросу. Вот, если я правильно поняла, эвакуировать транспортные средства с территории двора ГИБДД не может. Не может. Не может, точно не может. И никто другой не может. Буквально на днях стало свидетелем разговора близких мне людей о том, как, собственно, их транспортные средства в Приморском районе, припаркованное во дворе, но на тротуаре, было эвакуировано. Одним бортиком на тротуаре, ну, знаете, бывает, колесом заезжают на поле. Надо разбираться, кто эвакуировал, понимаете, кто эвакуировал эту машину. Надо разбираться. И что за двор-то? Протоколы пришли из ГИБДД. Что за двор тогда? Может быть, этот двор выходит на улицу, мы с вами не готовы ответить. Может быть, он в красных линиях находится, дороги. Может быть, он вот так вот сделан уступом, надо смотреть на генплан. Понимаете, в чем дело? Сейчас скажу не хорошее слово, а обыватель. Он рассуждает категориями простыми, понятными, которые вижу. Если я окажусь водителем этого автомобиля, не дай бог, и я пойду в суд обжаловать, то я быстро докажу, что мера обеспечения применена ко мне в нарушение закона. И кто вернет деньги? Ах, отсюда вопрос. Какой совет вы дадите автомобилистам, въезжающим в незнакомый им двор? Потому что я верю, что в своем дворе... Я бы сказал, быть внимательным. Внимательным и парковать транспортное средство так, чтобы оно, первое, не мешало никому, во-вторых, чтобы оно не портило вид этого двора, как вы говорите, испортить газон. Почему бы и нет? Да. И? И еще не мешало гражданам. Вы понимаете, мы сейчас с вами говорим из области борьбы за здравый смысл. Ну, наверное, да. А мне хотелось бы понимания, каким законом, четким сводом я должна руководствоваться в той или иной ситуации, связанной в том числе и с парковкой. Пока я слушаю вас, понимаю, что все не настолько очевидно, как хотелось бы. Кстати, если активный гражданин видит явное нарушение правил парковки и берет телефон, сейчас у всех смартфоны, фотоаппараты, фотографирует и куда-то отправляет эту фотографию, например, в районное ГИБДД. ГИБДД, вы будете этому рады? Насколько вы будете этому рады? Будем очень рады этому, потому что это активные граждане, которые, в принципе, помогают нам работать и выявлять нарушение правил наружного движения. Но первоначально этот документ идет на сайт управления ГАИ фотография и с сайта управления ГАИ, то есть единый сайт, приходит уже в районное подразделение. По каждому случаю, я могу сказать, 100%, по каждому случаю такого заявления мы возбуждаем административное расследование и его проводим, которое практически, ну, не скажу, что 100%, но достаточно много доводится до реального административного протокола и штрафа. Подождите, подождите, это хороший совет, но все-таки вот мне кажется, что все не настолько прозрачно, как хотелось бы. Насколько это легитимно, эта фотография. Вы же не попросили процесса, вы сказали, что мы делаем. Значит, прежде чем привлечь водителя к административной ответственности, на состоянию протокол, мы составляем его только в присутствии лица. И если это лицо нам подтверждает, что да, это был он, он нарушил, он согласен, только в тех случаях мы... Ну, да, но святые люди, святые люди. Подождите, нет, по поводу святых, значит, существует, если мы, вот если ГИБДД не пойдет по этой схеме, то мы разрушим структуру законодательства, мы создадим прецедент, возможность привлечь к административной ответственности любого человека, не являющегося субъектом этого правонарушения. Я говорю, давайте я позащищаюсь, как водитель, который оказался в этой ситуации. Вызывает меня Алексей Иванович, я прихожу, он говорит, вот фотография, ваш автомобиль. Я говорю, ну, очень плохо, что мой автомобиль оказался на газоне, я его не парковал. Он меня спрашивает, кто припарковал. Я говорю, сосед дядя Вася попросил сгонять за пивом. Он говорит, а где Вася живет, а кто он, фамилия, адрес. Я говорю, а законодательство не обязывает меня устанавливать личность, кому я передоверяю транспортные средства. Продолжаю эту нехитрую мысль. Правильно я понимаю, что любая попытка фотофиксации от частного лица, это абсолютно фельдкина грамота. До тех пор, пока существует презумпция невиновности, раз. До тех пор, пока нет возможности, то есть законодательство требует устанавливать личность субъекта административного правонарушения. Кто это сделал? В чем дело? Автомобилем может управлять сейчас кто угодно. Мы же исключили возможность доверенности. Давайте вернем обязательную генеральную доверенность, и мы сразу сократим количество людей, допущенных до правил. У нас сегодня есть страховой полис, однако есть там один из пунктов в страховом полисе. Скажем так, без ограничения. Без ограничения. Но даже если с ограничением, я приду и скажу, Алексей Иванович, отстрелите мне голову, возьмите 500 рублей штраф за то, что я передал без страховки. Обратите внимание, если человек в страховой полис не вписан, то даже страховая компания будет соблюдать свои страховые обязательства, а потом придет к нему с регрессным иском. Поэтому я не могу сказать, что это плохо. Алексей Иванович, так все-таки фотографировать, присылать вам или не стоит? Я считаю, что активная позиция граждан должна быть. Мы все боремся за чистоту улиц и нарушения. Я вам еще раз объясняю, что мы отрабатываем все пришедшие к нам фотографии. Но штраф в процентном соотношении за последний год... Достаточно много. Ну, это 50-70... Мы получили сегодня за 2017 год порядка 7 тысяч таких фотографий, назовем их так. 7 тысяч за год. Да. И достаточно много человек у нас причинен к ответственности. Я сейчас не готов к этой статистике, но много, поверьте мне. А еще надо устанавливать обстоятельства административного правонарушения. Ну, это целый процесс. Люди считают, что это газон, а в Уплотниловку, например, собственник купил уже и эта строительная площадка. То есть там очень много непростых обстоятельств для установления. Я не призываю. То есть мы не даем механизм, как уходить от ответственности. Мы рассказываем о том, что законодательство устроено таким образом, чтобы защищать интересы гражданина и личности. Чтобы невиновный человек не попал под удар ответственности. Потому что разовью идею по поводу парковочных войн. Представим себе, что ГИБДД будет привлекать, если, не дай бог, во дворе на них свалится это дело, потому что там есть брожение. ГИБДД будет привлекать к ответственности всех и вся. Просто по номерному знаку собственников транспортных средств. Вы представляете себе, какой соблазн мщения нерадивому соседу возникает в этом случае? У нас был об этом целый сюжет. Мы видели, собственно говоря, унитаз на капоте. Это же тоже не ландышевая. Мы же не можем исключать такой случай. Сосед мне не нравится. Он громко включает музыку. Он ездит на автомобиле известной популярной марки, популярного цвета. Я нахожу другого такого же друга. И начинаю его автомобиль, наклеивая на двухсторонний скотч макет. Ну, вы сейчас говорите о классовом чувстве. Я понимаю, варианты могут быть. Но я хочу сказать, что фантазия наших соотечественников, она вряд ли ограничится только дворовыми разборками. Тут все может быть куда более интересно. Но все-таки давайте вернемся к теме нашей передачи сегодняшней. Мы поговорили про принудительное перемещение. Но в Центральном районе есть еще одно счастье, по-другому сказать нельзя, в кавычках. Массовые мероприятия. Когда происходит любое массовое мероприятие, которое предполагает заблаговременную очистку территории, там, как это правильно, поправьте меня, что происходит? Ты ставишь вечером машину, понимаешь, что ни один знак дорожного движения ты не нарушил. Утром приходишь, транспортного средства нет. Где транспортное средство? Звонишь, опять же, по той же схеме, 004, вы эвакуировали? Нет. Звонишь в полицию, тебе уточняют, хотите поставить в угон? Нет. Потому что мы все понимаем, что потом из угона машину достать будет. Это отдельная история. Так вот, а оказывается, что это принудительное перемещение транспортного средства при подготовке к массовому мероприятию. Узнать, где находится транспортное средство, практически невозможно. Так вот, вопрос в том, где узнать, куда перевезли машину. Ну, значит, давайте так. Все массовые мероприятия, которые проводятся на территории центрального района, они все согласованы и санкционированы. И на перемещение, скажем так, транспорта с места этих проведений существует почти на всех мероприятиях решение КРТИ, которое дает нам право снимать движение и заниматься, скажем так, организацией дорожного движения в данном объекте. Те машины, которые мы перемещаем из зоны проведения данного события, они перемещаются на ближайшие улицы, на ближайшие улицы, для того, чтобы, ну, скажем так, обезопасить граждан на, ну, скажем так, на различные случаи. Информация, которая по перемещению данных транспортных средств, стекается сначала в районные подразделения, которые занимаются перемещением, потому что привлекаются не только районные, ну, скажем, по центральному району мы, привлекаются строевые подразделения управления госоинспекцией, которые дают своей дежурной части кого, куда, где переставили, и та информация из дежурной части стекается в дежурную часть главного управления внутренних дел. Нам, как жителям центрального района, да, Дмитрий, что? Да, а еще есть административно-техническая инспекция. Если вам повезло быть жителем центрального района, и вы постоянно попадаете, и календарь мероприятий вы, в общем-то, представляете, то вы заходите на сайт ГАТИ, и там есть карта с введением временных ограничений на движение и на использование на строковочном пространстве. Это, что называется, один из вариантов, а так еще есть допуски и поправки. Мы понимаем, что есть мероприятия, которые по линии ГАТИ, есть еще какие-то мероприятия. Все, все мероприятия, ни одно мероприятие без согласования. Если мероприятие проходит без согласования ГАТИ, это административное опять правонарушение. На каждое мероприятие должно быть распоряжение межведомственной комиссии, которая по пятницам заседает, и они принимают решение. Вот это перекрыть, вот это не перекрыть. Вот под это здесь надо знаки поставить, вот это оставить. Поэтому, если мероприятие проходит без распоряжения ГАТИ, можно смело жаловаться в обычную полицию, идите выясняйте, штрафуйте, наказывайте, взыскивайте. Ну, еще один полезный совет сегодняшней передачи. Спасибо. Идем дальше. В центральном районе, опять же, тенденция парковка на тротуарах. Ну, на газонах парковаться сложно, потому что все-таки дворы закрыты. А вот на тротуарах, в общем, люди паркуются и чувствуют себя относительно безнаказанными. А наблюдая, опять же, Лиговский 17, ежевечернее, когда люди приезжают на концерт в Октябрьский зал, они оставляют свои транспортные средства, места же нет для парковки, поэтому они ставят на тротуар и, в общем, идут наслаждаться прекрасным искусством. До определенного момента. Потом выходят, понимаешь, что еще какой-то вариант. Хорошо, если у него одежда осталась в гардеробе, а не в машине. Значит, вообще, действия водителя, которые паркуются на тротуарах, они подпадают под определенные нарушения правил дорожного движения, и мы имеем, согласно кодексе, эту машину эвакуируют. Что мы и делаем? Поверьте мне, что достаточно большое количество транспортных средств за нарушение правил стоянки. Думаю, что Алексей Иванович держит у себя на столе календарь мероприятия Октябрьского зала. Алексей Иванович, ну, если что, фотографии тоже фотографируем и отправляем. Календарь, которые убираются с тротуара, скажем так, и вторым рядом, которые, да, основная масса их, ну, практически, наверное, 99-19% находятся на специализированной площадке. Тележные правил дорожные. Нет, тележные, сейчас у нас они находятся на другом месте. Ну, то есть, чтобы убрать в данном случае автомобиль с тротуара, не надо дожидаться, собственно, когда вернется владелец. Достаточно телевона, там, ванка по 02, и мы приедем, заберем. Прекрасно. А давайте посмотрим сейчас на тротуары не в Центральном районе. Тоже чудесная история. Паркуешься где-нибудь в Московском районе, типовая ситуация, в Приморском, и в какой-то момент мне отдаешь себе отчет, где ты. Тротуар или не тротуар. Тротуар это или не тротуар. И я могу сказать, что, в общем, расплачиваться в прямом и в переносном смысле приходилось не только мне, а многим ясности нету, узнать у кого. Это правовой коллапс, на самом деле. Дело в том, что в правилах дорожного движения тротуар, который прилегает непосредственно к проезжей части, описан четко. Тротуар, участок, часть дороги предназначена для движения пешеходов, непосредственно примыкающая к проезжей части или отделенная от нее газоном. Вот когда или отделенная от нее газоном, то он развивается в сторону придомовой территории сколь угодно долго. Где-то он административно заканчивает с так называемой красной линией дороги, и дальше пошла придомовая. И когда я ставлю автомобиль на придомовой территории, меня не трогают, потому что она, в общем, предназначена для этого использования, в том числе, за асфальтированная площадка. Когда я стою с этой стороны, воображаемой красной линией, то меня увезут на совершенно законных основаниях. И я много, так скажем, практиковал в судах решений вот ровно 50-50, 50 на 50. А, простите, вот в бытовом плане, если есть тротуар, и у этого тротуара есть въезд, это тротуар или нет? А ну и что, правила дорожного движения вообще не говорят, может тротуар иметь въезд или не может иметь въезд. Например, этот въезд для маломобильных групп граждан, колясочники, мамы с колясками, а не для автомобилей. Наличие въезда... С проезжей части, так вот колясочники прямо рядами. Я приехал в машину, и мне надо как-то попасть на тротуар. Например. И это очень спорный момент. То есть, въезд во дворы. Просто расскажу свое знание, что если вы не хотите попасть под этот дамоклов меч, то отодвигайте от газона свой автомобиль не менее чем на 5 метров. Есть хитрые указания, которые действуют в рядах ГИБДД, что вот... Ну, на самом деле существует РГИС, так называемая региональная геоинформационная система, в которой все красные линии показаны. Если вы продвинутый пользователь смартфонов, пожалуйста, флаг вам в руки. Но это посреди тротуара транспортное средство не окажется, если в 5 метрах от газона? С другой стороны, ближе к дому поставьте его, чтобы это была придомовая территория. И еще раз, это очень спорный момент, очень проблемный. Есть решения, которые говорят, что это нарушил, и что все правильно. Есть решения, например, в Кировском районе, возле торгового центра, сделан заезд, и там судья прислушался к тому, что да, действительно, отсутствует у водителя по статье Кодекса административных правонарушений 2.2, которая описывает, что считать административным правонарушением, отсутствует какое-либо понимание, когда началось административное правонарушение. По закону оно будет правонарушением, когда вы мне сообщили о том, что мои действия носят противоправный характер. Если этого нет, то, по идее, возникает правовая чепуха. И тут уже задача тех самых депутатов, которые сидят в Государственной Думе, прекратить, значит, сочинять новые дорожные знаки и еще всякую ерунду в ПДД, и просто их перечитать и понять, что вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь мы имеем ляпы. Ну, сегодня, смотрите, у нас есть знак, так сказать, 3.27, остановка запрещена. И под этим знаком, почти под 7, висит табличка 8.24, эвакуация. То есть знаки четко прописаны. Стоянка, остановка транспорта запрещена. Зачем? Ну, то есть, получается, масло масляное. Алексей Иванович, а скажите вам, как человеку в погонах, как вообще нормально работать в отсутствии четких, внятных и однозначных? Наверное, только за счет большого опыта работы в госинспекции мы выживаем в такой ситуации. Сложно, сложность. Время меняется. Я давно работаю в ГАИ, еще в советское время. С каждым годом становится сложнее и сложнее, но и интереснее, поверьте мне. Ну что, будем прощаться на сегодня. Обязательно продолжим эти встречи, потому что с вами очень приятно, интересно, информативно и полезно. А пока я хочу от себя отметить, что ситуации перестанут называться между амитиями Ай, только в том случае, если все будут играть в эту игру по всем известным правилам. А пока мы не все определились в терминах, нам очень сложно найти какое-то удобное всем решение. Ну что ж, спасибо, и увидимся с вами ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин